Всем привет! Прошлое прохождение за крестьян, к сожалению, продолжить не могу, потому что крашнулось у меня сохранение и не смог я его восстановить. Но будем считать, что крестьяне успешно помогали своим родным поселениям, потом кто-то из них остепенился, кто-то из них поступил уже на службу к аристократам. В общем, они, я думаю, живы и здоровы и продолжают дальше сражаться на благо собственных поселений. В этот же раз попробуем начать новую кампанию. Начнем, наверное, за охотников. Здесь есть банда браконьеров, если точнее. Ограничение на это прохождение будет в виде того, что я попробую пользоваться только лишь братками, которые будут пользоваться стрелковым оружием. Будут сражаться они в ближнем бою, когда противник будет подходить, но в основном акцент именно на дальний бой. Прокачку в основном тоже будем производить именно на дальний бой. Охотники, начните с отрядом из трех лесных жителей. Опытные разведчики, вы передвигаетесь быстрее и всегда можете получить сведения о составе вражеских отрядов рядом с вами. Легкий на подъем, вы можете перевозить меньше предметов в повозке вашего отряда. Окей, хорошо. Какой возьмем себе баннер? Вот идеальный, мне кажется, баннер. Battle Brothers, ну пускай. Случайный выбор, пускай будет случайный выбор. Сложность, естественно, легенда. Начальные средства, пускай мало будет. Попробуем так. Стартуем сюда дальше. Доступны все торговые постройки, мы включаем. Здесь ничего не трогаем. Пускай будет enabled. Женщины тоже пускай попадаются. Поехали. Отряд стрелков, отряд охотников. Не знаю, за головами или нет, эти охотники будут. Но посмотрим, как долго они выживут. Очень надеюсь, что хотя бы на серию их хватит. Здесь банда браконьеров появляется в зимнем лесу. Вокруг наверняка куча лютоволков и варваров. Очень опасно. Надо, скорее всего, куда-то двигаться вот в эту область. Вот здесь вот путешествовать. Тут у нас вообще крепость, город, город. Вот здесь хорошее поселение. Вот здесь тоже. Ну, короче говоря, сдвинемся пока вот сюда, куда-нибудь южнее. Потому что на севере очень опасно ходить. Посмотрим, кто у нас здесь из присутствующих. Так, у нас три стрелка. Один с северной прощой. 35-45 урона. Кто-то у нас силач. Неплохо. Командный игрок. На 50% меньше шанс попасть по своим. Прикольно, прикольно. Боится нежити. Огромный. Ох. Хорошо. Норман у нас огромный. Амелия. Амелия чистолюбивый. Суеверный. Амелия пускай будет у нас зваться лисой. Лиса. Норман. Ты будешь у нас колобком. Окей. Адемар будет у нас боуманом. Три самых таких, ну как, незнаменитых, но в моих прохождениях эти как раз именно такие имена чаще всего встречаются. Окей. Хорошо. По прокачке мы еще в будущем посмотрим обязательно. По звездочкам. Два в стрел... В навык дальнего боя. Два в навыке дальнего боя. Ну, неплохие. Неплохие звездочки. Конечно, могло быть и лучше, но в целом сойдет. Посмотрим, что у нас тут по квестам. Что у нас тут на рынке. Кузница есть. Ратный двор. Зайдем на рынок. Можно кушнину продать. Что-то мне подсказывает, что цена не очень хорошая на продажу. Луки. Охотничий лук. Охотничий лук за 500 крон почти. Дорогое удовольствие. У наших ребят, по-моему, нет. Да, оружия ближнего боя у нас нет. Надо хотя бы какие-то острые палки взять. Чтобы в случае чего уметь сражаться. Дать хоть какой-то отпор. Заточка. Посох. Имеет дальность 2 клетки. Что у нас тут? У тебя что по навыкам? Импульс метательный. Возьми, ладно. Колобок возьмет копье. Ну, не копье, а заостренную палку. Которая зовется деревянным копьем. О, ножик уже есть. Отлично. Вот так мы сделаем. Стартовать будем с задних рядов. Вот так. Хорошо. Покупать тогда здесь ничего не будем. Крон у нас не хватает. Единственное, можно было еду прикупить. 55, ладно. Возьмем. Один пак еды. Что у нас? Найти местоположение. Изгнать варваров. Вооруженный гонец. Вернуть предмет. Можно попробовать найти местоположение. Попытаться. Для начала. А потом вернуть предмет. Попробовать. Какого оплата? 300 крон. Окей. Куда идем? Северо-запад. О, похоже, что придется через реку переходить. Нашли. Очень легкий квест. Неизвестный враг там находится. Но мы сейчас не в том положении, чтобы идти в какие-то непонятные руины. Развалины. Первый квест выполнен. Отлично. Можно теперь попробовать вернуть предмет. Обсудим плату. 220 крон всего лишь. Я, честно говоря, сомневаюсь, что у нас получится. У нас полковой ополченец какой-то. Стоимость испытания. Нам нужен, ого, 12 тысяч. Тут браток есть за 12 тысяч. Я возьму, наверное, еще одного братка. Наймем. Надо ему купить оружие дальнего боя. А, ты у нас ближник. Но, все равно, ты будешь вот так вот. Будешь сражаться в основном в дальнем бою. Но, если кто-то подойдет к тебе, ты можешь как бы вломить. Это мы убираем. Окей. Что у нас тут? Какой-нибудь дряблый лук тебе бы прикупить. Короткий лук есть. Охотничий лук, к сожалению, купить не получится. Наверное, прощу ему, возьмем. Пока что. Самое дешевое стрелковое оружие. Было бы классно еще броню бы какую-нибудь прикупить. Потому что у него, ну, с этим проблемы. С наличием брони. Я думаю, что для прощи не нужны боеприпасы. Ну да, вроде не нужны. А, вот тебе. Стивен полковой. Посмотрим на тебя, Стивен полковой. Как ты себя покажешь. Вперед. Отправляемся на поиски воришек. Я вижу следы. Они идут, ведут по дороге. Сейчас посмотрим. Должны куда-то свернуть. Вот они, воришки. 9 человек и собака. Или 8 человек и собака. Мало бандитского сброда. Несколько разбойников-браконьеров. О, это, получается, наши прямые конкуренты в плане того, что они тоже стрелки. Будем перестреливаться в таком случае. 10% шанс попасть в ночное время. Плохое время мы выбрали для пострелушек. Пострелушек 21% шанс попасть. Мимо. Кучу стрел сейчас потратим. Мимо. Будем ждать, когда собачки подбегут. В таком случае. 8% шанс. 9. Мимо. Ладно. Я думаю, что если есть возможность поменять оружие. Поменяем. Здесь такой возможности нет. Можно отойти. Немножко. Встречаем противника. Встречаем собак. Ох. Бегут. Пытаемся что-нибудь сделать. Здесь можно попробовать меткий выстрел. Блин, ну ночью сражаться надо нам будущее запомнить, что сражения ночью до добра не доведут. Мимо. Берем копье. Затыкиваем. Хорошо, с собаками разобрались. Противников осталось 7. Придется сражаться в ближнем бою. Хороший удар. Отлично. Минус. Противник. Нормально. Мы с ними справляемся. Здесь, конечно, было бы идеально, наверное, копье взять, чтобы выставить копье вперед. Выгоднее, конечно, подходить. Придется, наверное, все-таки сражаться, раз у нас... Нас вынудили сражаться в ближнем бою. Будем сражаться в ближнем бою. Вот этого бы... Ага, не хватает. Подойдем тогда поближе. Выгодную позицию занял противник. Семнадцать процентов. Сорок три. Сорок три. Мимо. Да, ночью стрелять, это, конечно, очень плохая идея. Капец. Сейчас сможет лучник накидать очень серьезно. Да. И он это делает. Сейчас надо разобраться вот с этим и побежать на стрелка вражеского. Бежим. Здесь пытаемся кого-нибудь подстрелить. Есть попадание, но очень слабое. Минус противник, хорошо. Будем стрелять, не знаю, по стрелку или по... Кому попадется. Он убегает. Догоним, нет? Попытаемся догнать. Есть попадание. Убежала. Попробуем кого-нибудь догнать. Не знаю, получится или нет. Скорее всего, стрелка уже не догоним. Да. Все равно на подстраховку побежим. Вот эту бы поймать. Меткий выстрел, давай. Есть. Хорошо. Все. Удалось победить. На удивление, я думал, наши ребята столкнутся с большими трудностями. Но в целом нормально получилось. Все, пропускаем ход. Убегай, противник. Противный. Все, убежал. Много ранений получили, но в целом получили кузнечный молот в награду. За нашу доблестную победу. Единственное, что удалось забрать с этих оборванцев. Окей, ладно. Идем назад в поселение. Получаем наши кроны. 592 кроны. Изгнать варваров точно не буду брать. Ратный двор, кузница. Я бы хотел лук приобрести для нашего вот этого вот Стивена. Да и для Боумана тоже надо. Хочу пользоваться именно луками, а не прощами. Еще бы, конечно, вот эти вот стеганые шапки бы понакупить. Короткий лук. Хотя у нас нет стрел для лука. Можно еще прикупить связку метательных копий. Как вариант. Стрелы очень дорогие. Ладно, тогда в таком случае ничего пока покупать не будем. Уходим отсюда. Здесь мы закончили. Идем в следующее поселение в поисках каких-нибудь квестов. Что у нас тут есть? Можно выбрать цель. Установить отношения с любым поселением до уровня дружеские. Южные города государства. Найдите там работу. Несколько контрактов выполнить. Накопить не менее двух тысяч крон. Заходите в деревню. Так, так, так. Вспытать себя. Победите в сражении с шестью или более врагами. Либо убив их, либо обратив в бегство. Я думаю, пойдет. Убираем победа с шестью и более врагами. О, у нас цель была достигнута. Мы уже выполнили эту цель. Что дальше? Можно попробовать дружеские. Достигните уровня известности узнаваемые. Чтобы открыть первое место под специальное снаряжение для поддержки отряда. Попробуем достигнуть статуса узнаваемые. У меня пропала вот здесь кнопочка. Чтобы смотреть отношения с поселениями. Куда она делась? Не знаю. Какой-то мод, наверное, эту кнопку убрал. Тут тоже самое. Можно попробовать найти местоположение для начала. А потом постараться вернуть предмет. Что-что? Так, так, так. Стрелы. Вот есть острые копья. Возьму одно. Луки, конечно, крайне дорогие. Стрелы. Вообще промолчу. Насчет стоимости стрел. У тебя копье есть? У кого-то был ножик? У лисы? Держи. Копье. Насчет палицы даже не знаю, есть ли смысл. Я лучше... Хотя... С таким навыком ближнего боя, я думаю, палиться будет неплохим оружием. Здесь тогда купим только крупу. В таком случае. И отправимся выполнять квест. Найти местоположение. 300 крон. Куда нужно идти? На юг. На юга. На юга нужно будет очень долго, скорее всего, идти. В поисках этого места. Мне нашли. Отлично. Снова кладбище. В кладбище мы заходить не будем. Однозначно. Выполняем этот квест. И сейчас возьмем новый. Единственное, лучше, наверное, в лагере переночевать. Стоп. Надо с ролями определиться. Кто у нас чем будет заниматься? Нам нужна еда. Всегда нужна еда. Поэтому лиса у нас будет добывать еду. Боуман тоже будет добывать еду. Нам нужны целебные травы. Колобок будет добывать целебные травы. Палатка снабжения. А, нет. Вот. Вот лекарственные травы. Сбор. Это что? Стрелы-болты маленькие. Так, по-пу-пум. Изготовление происходит только во время стоянки. Но так как мы используем большое количество стрелков, надо будет что-то хотя бы немножко изготавливать. Я не знаю, как это происходит со стрелами. Цирюльник. Ремонт. Дозорный. Можно было, конечно, еще дозорного оставить. Ну ладно, пока так. Попробуем. Вперед. Дождемся дня. Все. Можно уже выходить. Вы изготовили три единицы боеприпасов. Давайте посмотрим, как это выглядит. А, мы, получается, просто-напросто пополняем боеприпасы. Вот. Стрелы 10 из 10 везде. Вяленая оленина. Хорошо. Берем квест. В таком случае вернуть предмет. Обсудим плату. 190 крон. Но это очень мало. Это крайне мало. Ну а что делать? Не вижу следы. Вот они, следы. Появились. Идем по следам. Мы читаем следы. И идем. Скорее всего, здесь будут такие же воришки. Они попытались убежать далеко в горы. Своим они боевым псом. И лидер у них разбойник-браконьер. Блин, там варвары еще бродят. Надо с воришками побыстрее разобраться. Чтоб не натыкаться на варваров. Хорошая это позиция или нет? Трудно сказать. Нам нужно будет потратить ход, чтобы сюда залезть. Наверное, я лучше отойти. Вот так мы начнем бой. Пускай сами подходят к нам. А мы будем в них стрелять. 5% шанс. Что такое? Что за шансы? Ужас какой-то. 5%? Это как вообще понимать? О, 21%. Есть попадание. Отойти уже не вариант. 5%? Подождем. Не будем тратить стрелы. Не будем тратить выносливость. 5%? Нет попадания. Отходим. Собака подбегает. И появляются первые бродяги. Надо, наверное, назад чуть-чуть отойти. У этого оружия, что неудобно, есть минимальная зона поражения. Это прям неприятно. Надо будет поменять это оружие. Берем копье. Расправляемся с псом. 46%. 26. 46. Давай. Мимо. Спрощи, не достаем. Ждем пока здесь. Позиция, конечно, не особо выгодная. Любой вражеский стрелок нам может показать кузькину мать. Ждем, пускай подходят. Во, 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 во. Ничего себе. Разбойник-браконьер. Отходим. Неужели он достанет нас? Оттуда. Нет, вроде спустился. Окей. Но неприятное попадание мы получили. 37%. Мимо. 56. Есть. Ваншот. Ждем. Пускай подходят. 27. 27. Есть. Камнем получил. По морде. У нас Стивен стоит спереди. Он будет танковать всех противников. 35% шанс на попадание. Ох. Больно, наверное. Очень больно. А, теперь он ведет стрельбу оттуда. Какой негодяй. 37%. Есть попадание. Можно даже ударить. А, ну в этом плюс этого оружия. Хм. Интересно. Оно стреляет не в упор, но зато можно вдарить. В случае чего. Попытаемся выхлестнуть. Добить вот этого. Нет, не получилось. 59%. Есть попадание. Просадили по мрале одного. Вот этот лучник представляет большую опасность. Тебя прикрывает. 37. 40. Мимо. Мимо. Подходим ближе. Здесь берем копье. Не получается сделать удар. Меткий выстрел. У ворот. Отлично. Ох, какой прочный попался. В броне. Мимо. Надо разобраться вот с этим. Он представляет опасность. 43% мимо. Блин, колобок в опасности. О, хорошо. Ой-ой-ой. Хо-хо-хо. Ничего себе Стивен тут разобрался с проблемой. Лучник наверное вражеский будет убегать. Да, все. Все кончено. Не будем его догонять. Он уже далеко. Колотая рана руки у колобка получил неприятный удар. Вот они деревянные копья нам повыпадали для будущих наших стрелков. Вперед. возвращаемся. Квест выполнен. Обезопасить кладбище. Хм. Обезопасить кладбище звучит сложно и опасно. Наверное мы этого делать не будем. вот эти вот предметы мы разберем. Нам надо бы щит прикупить. Нам надо бы прикупить короткий лук. Колчан нам не попался к сожалению. Купить мы колчан не можем. Можно конечно попробовать связку метательных копий прикупить для нашего Стивена. У нас леса прокачалась. Сейчас прокачаем навык дальнего боя. Прокачаем также наверное так ближний бой тоже нужно прокачивать. Так как наши братки они частенько сражаются в ближнем бою. Как показали эти битвы прошедшие. А дальше будет только сложнее. Выносливости пока хватает лисе, но с увеличением количества брони на теле выносливости резко будет не хватать. Решимость пока плюс 4 наверное лучше прокачать. Наверное пока решимость прокачаю. Что по навыкам лиса ты у нас с охотничьим луком. Рука браконьера дает плюс 12 к навыку дальнего боя. Короткие луки. Так короткие луки. Вот это конечно не очень хорошо потому что тут у нас охотничий лук. Короткие луки. Я наверное не буду это вкачивать но нужно понять что тогда вкачать. Неприметность Сумка и пояса становятся доступны две дополнительные чейки помещенные в поясные сумки. Вещи за исключением двуручного оружия больше не дают штрафов к выносливости. Прикольная штука надо будет наверное может даже и вкачать. Замена колчанов или мешков с боеприпасами больше не тратит ОД. Прицельный выстрел получает плюс 10% к шансу попадания. Тоже прикольная штука. Щитолом и импульс метательные атаки наносят больше урона а затрата ОД снижается на один за каждую клетку пройденную перед броском. Следопыт адреналин передышка дозорный. Тут для начала я думаю или сумки и пояса или стрельба по мишеням. 10% к шансу на попадание тоже прикольно. Даже от меткого выстрела прицельного выстрела. Попробуем стрельба по мишеням взять. Стивен прокачиваем тебя тоже. Обязательно навык дальнего боя. Ну это у нас такое прохождение где нам нужно будет прокачивать навык дальнего боя до сотки стараться. Навык ближнего боя обязательно и защита в ближнем бою обязательно. Ты у нас боец первого ряда. У тебя даже стрелковых навыков особо нет. Тут вот с копьем у него есть проникающие атаки к шансу на попадание. Тренировка ополченцев. Я не знаю какие какие именно копья нужны для вот этого навыка. Ну возьмем тренировка ополченцев. Подбодрить тут у него еще есть. Боуман прокачался тоже. Стрелковая прокачка. Ох решимость надо вкачать обязательно. Ну и выносливость. По навыкам наверное тоже стрельба по мишеням хотя у тебя нет немедкого выстрела. Блок посоха. Персонаж получит к защите. А это является посохом? Нет. Это слинг. Это не является посохом. Можно конечно Боуману выдать посох чтобы он им орудовал но что-то мне не нравится этот момент. Стрельба по мишеням. Короче Боуману нужен лук. Превосходство в дальнем бою. Пока что тогда наверное возьмем сумки и пояса. Потому что сумки и пояса тоже надо будет вкачивать обязательно. А у нас еще прокачался. Колобок прокачался. Хорошо. Дальний бой. Навык ближнего боя вкачаем. Ну и защита в дальнем бою наверное. Потому что плюс 4 хотя лучше наверное выносливость. Выносливость на будущее это будет лучше. О у нас колобок может быть здоровяком оказывается. Блин ну прикольно. Так как у нас есть у него лук возьмем стрельба по мишеням чтобы меткие выстрелы были еще медче. здесь удастся тогда через крепость зайдем вот в это вот поселение посмотрим что там за квесты как дорого покупаем еду есть у нас собачки пока наверное без собачек обойдемся вот есть у нас стрелы довольно-таки недорогие колчаны есть броня какая-никакая но у нас нет крон есть такой нюанс короткий лук а интересно у арбалета есть меткий выстрел или нет если у арбалета нет меткого выстрела тогда стрельба по мишеням наверное не очень хороший выбор в плане навыков уже двое прокачаны ладно это надо будет обдумать потом сейчас первонаперво надо обзавестись луками блин ну так дорого такие дорогие луки получаются можно купить лук и колчан для одного нашего братка какого-нибудь почему-то вот эти стрелы 53 стоят а вот эти 43 интересно в чем разница ну возьмем наверное подешевле стрелы и купим дорогостоящий для нас лук стивен полковой кстати стивену наверное выгоднее будет пользоваться вращой возможно 4 он будет палкой этой бить в случае чего и если что стрелять у стивена шанс на попадание будет довольно таки высокий попробую наверное так сделать тебе лук и стрелы все боуман у нас теперь полноценный лучник это мы убираем наверное палец я все-таки ему отдам ой выносливости как мало стало давай-ка наверное пока если что копье носи с собой на всякий случай ему бы еще щит с собой таскать блин но он конечно вообще еле двигаться будет если еще и щит ему дать так не тебе 71 выносливость да не густо ну ладно ты у нас танк хотя ты у нас танк а брони у тебя меньше всех получается на тебе накидку хотя бы вот так нам надо поремонтироваться стоять постоять немного а у нас нет инструментов ух мастерская луков когда-нибудь мы сюда придем с кронами надеюсь можно будет купить военный лук какие-нибудь тяжелые арбалеты прикупить ну и конечно я мечтаю о ружье аркебузе например но это уже конечно такие мечты мечты поехали поехали следующее поселение зайдем через леса идем обезопасить кладбище вернуть предмет сопроводить караван что что у нас тут цены не очень выгодные в целом ничего для нас интересного тут нет надо получается сейчас разобрать когда будет время предметы вот так сделаем пояс путешественника надо кому-нибудь дать пояс путешественника вот тебе боуману выдадим нет а вот сюда он кладется минус одна выносливость ну ладно и тебе боуман давай бинты будешь если что перевязкой заниматься вернуть предмет вперед выбираем квест наверняка такие же разбойники нам попадутся на пути идем по следам какие именно следы наверное вот эти вот которые ведут в лес вот они воры без собак а ночью не 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 надо подождать стоп где нибудь неподалеку от воришек мы подождем тут станем лагерем надо кого-то поставить на разбор ой не того на разбор предметов тебя постоим дождемся утра и нападем все рассвет можно нападать вперед в бой 9 противников да конечно позиция такая себе ну попробуем начинаем бой у нас тут впервые стрелок на высоте ждем пускай подходят и начинаем стрелять минус 1 72% был шанс попасть есть попадание подходите подходите не стесняйтесь он с баклером ничего себя стреляем по вот этому негодяю 62% 59% нет попадания ждем осталось 8 врагов вот он разбойник браконьер скоро он будет стрелять точнее она 38% шанс попасть по ней есть еще минус 1 есть еще попадание мимо 48 9 вообще мимо пока у нас только двое попадают остальные как-то не не хотят не хотят попадать а у нее проща я вижу у нее колчан со стрелами но она почему-то прощей воспользовалась 72% мимо в упор в упор не попадаем как так 48 начинается перестрелка о глушанул что ли ничего себе нормально противники все подходят и подходят если я поменяю то оружие если я поменяю я стрельнуть не смогу да а нет смогу беглый выстрел есть попадание хорошо ой-ой-ой 54 51 66 есть еще минус 1 но надо Стивену встать грудью вот сюда вот сюда и ударить мимо берем копье и колем противников блин получаем удар неприятно 66% 66 мимо в упор мажем как так ваншот наконец-таки колобок попал стрелок снова убегает есть одно хотя бы попадание уже неплохо подходим тут своего можем попасть мимо пытаемся обойти стрелок снова уходит его колчан нам не достанется дерево мешает 58 процентов попадаем минус ну все стрелок то убежит поэтому его мы догонять не будем все кончено получаем снова урон но в целом победа это уже хорошо это уже какой-то опыт так нам платят кроны за возвращение артефакта и мы будем возвращать артефакт орехи семена наши ребята собрали я забыл пушнину продать надо будет продать ее заслуженная награда ужасы в лесу обезопасить кладбище тут есть ох можно попробовать древесину купить на перепродажу не знаю надо подумать во вот здесь пушнина кстати неплохую цену имеют продаем куча предметов на переработку появилась охотничий лук применение мастерства имеет дальность 7 клеток а у него такая же дальность как и у короткого лука интересно но он дороже наносит чуть-чуть больше урона чуть-чуть пробив пробивнее по броне чем короткий лук ладно окей пока тогда наверное вот так сделаем купим только еду здесь по квестам даже не знаю можно конечно попробовать сопроводить караван но я не уверен что это закончится чем-то хорошим ух ты рогатка 10-25 урона прикольно думаю насчет метательных копий не знаю пока не знаю это все на переработку что у нас тут копье копье два копья оставим наверное вот эту палец тоже мы переработаем будем пользоваться копьями в случае чего обезопасить кладбище сомнительное предприятие что у нас тут сведения об отряде по-моему вот этот мод блочит мне кнопочку которая должна быть вот здесь по-моему справа в этой кнопке можно было бы посмотреть отношение к нам разных фракций но так как я добавил этот мод похоже что не будет идол хранитель ух ты снижает штраф что-то там по передвижению по трудно проходимой местности предотвращаются несчастные случаи и заболевания от случайных событий при путешествии ничего себе мощный идол очень мощный по крайней мере в теории постоим немного лагерем да пожалуй чуть-чуть поохотимся переработаем предметы добудем из них инструменты подремонтируемся подхилимся немножко все все переработано отлично пособирали разные разные виды еды мясо орехи крольчатину пришло время выдвигаться что по квестам безопасить кладбище попробовать сопроводить караван или нет я даже не знаю можно попробовать рискнуть сопроводить караван сколько платят 250 крон давайте попробуем попробуем не знаю сразу настраиваем лагерь пускай наши ребята будут охотиться здесь у нас траву собирать будут и стрелы там делать по необходимости боеприпасы вперед куда мы должны прийти куда-то очень далеко а вот в правую часть ладно хорошо идем что нас ждет впереди посмотрим караван наш движется еду мы добываем вы встреч вы встреч человека около проруби он удерживает удочку перед собой и невзирая на обстановку тепло вас приветствует желаешь поговорить странник похоже ты не из этих мест присоединяйся к огню нашего костра этим вечером душевно поговорили идем дальше ну здесь пока дороги кажутся безопасными надеюсь варвары не нападут какие-нибудь все окей статус хорошее снабжение имеет этот город теперь крепость что у нас тут в этой крепости о талисман предыстория осел за 5000 можно нанять осла можно нанять какого-нибудь бомжика ну вот например шахтер который сможет нам переработку делать побыстрее каменщик тоже переработка модификатор скорости перемещения размер отряда увеличивает ну мне вот шахтер низкого происхождения я шахтера наверное возьму наймем надо ему выдать снаряжение проща тебе копье кирка ну ты любишь киркой орудовать я наверное не буду вкидывать тебе навыки в кирку будешь вот здоровяком в случае чего потом наверное мастером стены копий к примеру и там дальше уже видно будет зайдем на рынок посмотрим что здесь можно железные слитки купить кирку продадим 15 крон не будут лишними собачек можно было бы конечно прикупить нам нужно сейчас приодеть нашего новенького хотя бы в какие-нибудь лохмотья его вот так вот короткий лук за 200 и короткий лук за 150 за 150 могу попробовать купить но у нас нет колчана есть колчан здесь продажа окей прям сразу сходу сходу получает снаряжение необходимое конечно он по звездочкам очень слабенький он скорее затанкованный у нас будет чем стрелок порванная одежда он видно его голое туловище оу май ну короче говоря вот у нас стрелки потихоньку вырисовываются ряд стрелков отсюда скорее всего надо будет уходить да надо уходить поскорее желательно дорога будет долгая на север я не хочу идти вот сюда зайдем постараемся добраться до того поселения крон уже не хватает надеюсь у нас ребята не разбегутся без зарплаты так стоп я не назначил я не назначил на работу давай еду подобывает тоже утро зайдем на рынок что у нас тут куплено за 281 блин похоже я неправильно с ценой определился похоже что выгодно продать не получится здесь квестов нет проблема нужно наверное возвращаться вот сюда отношения холодные нейтральные здесь мы еще не были здесь два кстати поселения попробуем сюда прийти надеюсь у нас ребята не разбегутся без зарплаты отряду нужен талисман боевой брат появляется у нас отлично первый песик его возьмет не знаю пускай пускай или леса или колобок колобок давай бери песика зайдем в это поселение посмотрим есть ли тут квесты вернуть предмет на два черепка но у нас выбора нет у нас просто нет выбора 203 да с железом похоже я лажанул 380 крон вперед посмотрим кто нас тут ждет какие разбойники снова воришки браконьер один может получится из него выпотрошить стрелы отходим немножечко назад нашего Стивена оставляем впереди поднимаемся на этот выступ ну будем вести огонь отсюда а можно уже стрелять 21% правда не лучше меткими выстрелами пользоваться ну Стивен давай мимо швырнул камень но не попал 33% ну в целом можно да попробовать попадаем есть минус 1 осталось 8 5% 18 о нет ты только меткими будешь стрелять ты ты у нас вообще не стрелок но будешь будущим надеюсь метким вот это какой-то прям уверенный в себе 50% есть попадание ранение получает минус 79 58 может быть по браконьеру пострелять есть попадание надо будет в него еще разочек попасть мимо 66% не попали 26 44 нет попадания скоро уже первый враг подойдет в ближний бой вступим да подходит и не он один подходит 46 68% нет попадания 48 есть колобок 60 хорошо браконьера мы вынесли это уже неплохо надеюсь колчан достанется нам есть еще минус один ну бери наверное тогда копье щит будешь как-то не знаю танковать что ли обходят нас враги 58 отстреливаемся как можем можно даже собачку кстати можно было выпустить пусть она порезвится да будем выпускать наверное в следующем ходу берем лук выстрел еще минус один выпускаем пса мимо ах ты песик ну зачем ты так врагов прикрываешь лучше бы побежал за вон тем догнать их но его уже не догоним ладно даже собака за ним не бежит смысла нет все заканчиваем битву там ну что он никак не убежит пропускаем ход окей у нас два братка прокачались колчан получен еще и дрянной лук получили отлично дрянной лук немножко хуже короткого лука в целом можно уже не тратить кроны на оружие стрелковое в будущем переработка 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 кто у нас леса прокачалась дальний бой затем ох плюс 5 инициативы можно вкачать ближний бой защита в дальнем бою защита в ближнем бою пускай что дальше можно тут прокачать предвидение персонаж атакован любым стрелковым оружием получает бонус к защите в дальнем бою за каждую клетку до стрелка защита увеличивается на один застрельщик затраты оде на первые две метательные атаки сокращается вдвое во время первого хода персонажа затраты оде на передвижение по любой местности уменьшается на один вплоть до минимума в один оде а затраты выносливости вдвое интересно звучит звучит как-то сложно но интересно превосходство в дальнем бою улич дальнее зрение стрельбы на плюс один в яблочко штраф к точности попадания по цели вне прямой видимости снижается тут мне интересно застрельщик затраты оде на первые два две метательных атаки сокращается вдвое 7 оде будет получается можно два прицельных выстрела сделать что ли попробую застрельщика взять для лисы и колобок у нас прокачался дальний бой так выносливость на будущее и здоровье наверное что у нас здесь тоже застрельщик попробую стена верующие колобок пускай тоже будет застрельщиком будущем посмотрим что это за навык ну что ж вот такая получилась серия надеюсь вам понравилось если кто-нибудь сделает любой донат с указанием этой игры я выпущу продолжение побыстрее но в целом продолжение будет обязательно на этом все всем хорошего настроения всем спасибо за внимание пока